Класс Костные рыбы Класс Костные рыбы включает в себя подавляющее большинство, более 20 тысяч видов всего надкласса рыб. Костные рыбы распространены в самых разнообразных водоемах. Разнообразие условий жизни обуславливает богатство этой группы видами и крайнее их многообразие. Основные общие признаки класса следующие. Первое. Скелет всегда в той или иной мере костный. Костный скелет возникает двумя путями. Первоначальным типом окостенений являются так называемые кожные или покровные кости. Эмбрионально они возникают в соединительно-тканном слое кожи, независимо от крещевых элементов скелета, к которым они лишь прилегают. В связи с указанными особенностями развития покровные кости, как правило, имеют вид пластинок. Второе. Кроме покровных костей в скелете рыб имеются хондральные или хрящевые кости. Эмбрионально они возникают в результате последовательной замены хряща костным веществом, которые продуцируют пустеобласты. Гистологически сформировавшиеся хондральные кости существенно не отличаются от покровных костей. Окостенение скелета, возникающее путем появления хондральных костей, не вносит значимых изменений в общую структуру скелета. Образование же покровных окостенений приводит к появлению новых элементов скелета, а следовательно, к общему его усложнению. Третье. Межжаберные перегородки в дыхательном аппарате редуцируются, и жаберные лепестки сидят непосредственно на жаберных дужках. Всегда имеется костная жаберная крышка, прикрывающая снаружи жаберный аппарат. У подавляющего большинства видов есть плавательный пузырь. Эмбрионально он возникает как вырост спиной стенки кишечника. У примитивных групп он пожизненно сохраняет связь с пищеварительной трубкой. Плавательный пузырь – это важный гидростатический орган. Изменение объемов газов в нем меняет плотность тела рыбы, что, в свою очередь, имеет приспособительное значение при перемещениях рыб из одного горизонта воды в другой. 4. У подавляющего большинства костных рыб оплодотворение наружное, икра мелкая, лишенная рогообразных оболочек. Живорождение бывает уничтоженного числа видов. Классификация костных рыб крайне трудна. В настоящее время существует несколько взглядов на систематику этой группы. Возьмем один из них за основу. Лучеперые и лопастеперые. При рассмотрении организации костных рыб мы будем в качестве удобного продемонстрационного объекта использовать обыкновенного окуня. Который широко представлен в пресных водоемах Европы и умеренной зоны Азии. Перетеновидное тело окуня несколько сжато с боков. В целом обтекаемо и вполне типично для костистых рыб. Условной границей между туловищем и хвостом служит заднепроходное, то есть анальное, отверстие, непосредственно позади которого открываются два других у самки, непарных отверстия, половое и мочевое. У самца они объединены. В плавниках окуня, как и у других костистых рыб, практически полностью редуцирована ясистая лопасть. Она вытеснена кожной лопастью, получившей решающие преимущества благодаря появлению костных плавниковых лучей, липидотрихий, сформировавшихся из костистых чешуй. Грудные плавники располагаются типичным образом, непосредственно позади жаберного отверстия. Брюшные же плавники у окуня необычным образом сдвинуты вперед, в голове, и находятся под грудными. Среди непарных плавников хвостовой служит главным двигателем. Для окуня и большинства других костистых рыб характерен гемоциркальный хвостовой плавник. Хотя внешне он представляется равнолопастным, в нем обнаруживается внутренняя асимметрия. Задний конец осевого скелета отогнут вверх, в чем видят следы гетероциркальности хвостового плавника предков. Два спинных плавника не одинаковы. С задней спиной, как и анальный плавник, на нижней стороне хвостового стебля довольно мягок. Располагаясь позади от центра масс рыбы, они действуют в качестве стабилизаторов на логичное оперение стрелы. Передний спиной плавник у окуня и у многих других представителей отряда окунеобразных жесток. Его лучи толсты и колючие. При резком повороте во время погони он принимает значительную нагрузку, эффективно притормаживая переднюю часть тела. Он служит дестабилизатором, радикально повышая маневренность рыбы, поскольку располагается впереди от центра масс. Ту же роль приняли благодаря своему перемещению вперед и брюшные плавники. У окуня, эволюционно продвинутой костистой рыбы, парные плавники лежат в вертикальных плоскостях, а не в горизонтальных, как у акулы. Взмахи этих плавников позволяют окуню выполнять небольшие перемещения и предотвращают переворот вверх брюхом, угрожающий из-за того, что плавательный пузырь расположен ниже центра масс. Рот у окуня, как и у большинства костных рыб, конечный. Глаза окремлены узкими и неподвижными веками. Обонятельные мешки открываются впереди от глаз. Ноздри раздвоены, перегорожены мостиком с высоким гребешком. При быстром плавании позади в него возникает разряжение, вызывающее поток воды через носовую полость. Бока головы образованы сзади плоскими жаберными крышками, прикрывающими жабры. На нижней стороне головы жаберные крышки продолжаются жаберными перепонками, которые укреплены лежащими в них саблевидными косточками. Кожа окуня на туловище и хвосте покрыта округлыми, тонкими, костными чушуями, которые расположены косыми рядами и черепицеобразно накрывают друг друга. Открытые участки чешуи усажены мелкими зубчиками, которые прикрыты лишь тонким эпидермисом и слоем слизи, отчего кожа окуня шершава на ощупь. Такие чешуи называются ктеноидными, то есть грибневидными, в отличие от более обычных циклоидных, абсолютно гладких. При быстрых рывках шероховатости турбулизируют пограничный слой окружающей воды, тратя на это энергию мышц. Но в результате поток более надежно смыкается позади хвоста, не допуская втягивания в эту разреженную область спутной, то есть идущей вдогонку струи с отрывом пограничного слоя, вызывающим формирование крупных вихрей и, как следствие, резкий скачок лобового сопротивления. В этом видят одно из проявлений адаптации большеголовой и несколько кургузой рыбы к преследованию быстрой добычи. Эпидермис содержит много одноклеточных слизистых желез. По боковой стороне туловища от головы до хвоста проходит канал боковой линии. Прободающие чешуи одного из горизонтальных рядов и в каждой из них открывающиеся отверстием наружу. На голове разветвление каналов пронизывают поверхностные кости черепа. Вашему вниманию представлено строение кожи костистых рыб. Скелет окуня, как и у других костистых рыб, состоит преимущественно или даже почти исключительно из костей, среди которых различают две категории – замещающие и покровные. Осевой скелет окуня в некоторых отношениях сходен с позвоночником акулы. Он также подразделен на туловищный отдел с ребрами и хвостовой, с гемальными дугами на позвонках. Позвонки также амфицельны и оставляют между соседними телами объемистые камеры, где располагаются остатки хорды. Но развиваются в антогенезе тела позвонков у костистых рыб по типу покровных окостенений, из окружающих в хорду соединительно-тканые оболочки, первоначально в виде тонкостенных цилиндрических трубок. Вставочные пластинки в дугах, какие характерны для акул, отсутствуют, так что основные дуги разделены промежутками. Они сильно вытянуты и увенчаны длинными и тонкими непарными постисными отростками, соответственно верхними или нижними в хвостовом отделе. Длинные изогнутые ребра формируют более совершенный каркас для стенок брюшной полости, чем короткие ребра акулы. Помимо главных нижних ребер, у окуня имеются и верхние. Это тонкие мускульные косточки, дополнительные окостенения миосепт. Скелет конечности окуня изменил в сравнении с акулями благодаря костным чешуям и их производным. Во-первых, кожная лопасть плавников у костных рыб снабжена костными лучами, так называемыми липидотрихиями, то есть чешуйными нитями, обладающими любой необходимой прочностью и выгодно заменившими эластотрихией. Благодаря этой выгоде кожные лопасти плавников четко доминируют по величине данными месистыми лопастями, которые редуцированы. Во-вторых, покровные окостенения составляют подавляющую часть плечевого пояса. В непарных плавниках, двухспинных и анальном, скелет месистой лопасти представлен неплохо. Здесь радиальные элементы традиционно называются терегеофорами, но они целиком погружены в толщу осевой мускулатуры и перемещаются с постистыми отростками позвонков. В хвостовом плавнике месистая лопасть отсутствует, липидотрихии крепятся к позвоночнику непосредственно. Хвостовой плавник выглядит равновопастным, но в его скелете у оконя и большинства других костистых рыб заметен след отклонения конца осевого скелета вверх. Это шип на последнем позвонке, названный урастилем, как результат срастания зачатков нескольких крайних позвонков. Их гемальные дуги преобразовались в двер треугольных косточек ниже урастиля, так называемых гипуралий, к которым крепятся почти все липидотрихии хвостового плавника. В грудном плавнике сохранены четыре костных радиальных элемента, как остаток месистой лопасти. Так называемый первичный плечевой пояс, гомологичный таковому акулы, невелик. Он образован двумя замещающими костями, лопаткой и каракоидом, которые прикрыты снаружи так называемым вторичным плечевым поясом из нескольких покровных костей. Крупный серповидный клейтрум формирует задний край жаберного отверстия. Сверху к нему примыкают еще две кости над клейтрум и задневисочная кость, которые связывают его и весь плечевой пояс с костями ушной капсулы черепа. Термин вторичный плечевой пояс условен хотя он составлен покровными костями, возникающими в антогенезе позже хрящевых элементов скелета. В эволюции костных рыб его появление, как и всего чешуйного панциря, скорее всего, предшествовало возникновению хрящевого пояса. Брюшные плавники образованы исключительно кожными лопастями, а парный тазовый пояс представляет собой замещающее окостенение. Вашему вниманию представлена схема строения скелета костистой рыбы. Череп составлен многими костями. Он намного сложнее акулевого. Рассмотрим его на примере судака, близкого к окуне, но более крупного. Основные компоненты скелета головы те же, что и у хрящевых рыб. Это мозговой череп и бисцеральный череп. В них развиваются замещающие окостенения. А снаружи налегают покровные окостенения, в совокупности составляющие терматокранион. Для окуня и многих других костистых рыб характерен череп с узким основанием, тропебазальным, в котором мозг располагается позади тесно сближенных глаз. Замещающие окостенения осевого черепа принято делить на четыре группы. Во-первых, это четыре затылочные кости. Основная и пара боковых затылочных, окружающие большое затылочное отверстие, а также верхняя затылочная кость. Во-вторых, это костная слуховая капсула, в состав которой над каждой стороной черепа входят пять ушных костей. Наиболее крупная – переднеушная. В-третьих, это кленовидные кости – сфеноиды, которые располагаются при переходе от слуховых капсул к области глазниц. Непарная основная кленовидная и парные боковые кленовидные. В межглазничной перегородке может сохраняться неокостеневший хрящ, полностью вытесненный у окуня крупными глазными яблоками. У многих костистых рыб, например, у сазана, имеется еще пара глазокленовидных костей. В-четвертых, это три обонятельные или решетчатые кости, расположенные в передней части черепной коробки. Срединная обонятельная кость и пара боковых обонятельных. Орган зрения устроен весьма совершенны для рыб. Рыбковица слабо выпукла, ее форма не влияет на ход световых лучей, поскольку коэффициент преломления, расположенный за ней в водянистой влаге, и воды одинаков. Эффективно преломляет свет и формирует изображение на сетчатке только шаровидных хрусталик. Аккомодация осуществляется за счет мышцы, которая приближает хрусталик к сетчатке, тем самым выполняя активную наводку на дальнюю дистанцию. Положение глазного яблока контролирует также шесть прикрепленных к склере внешних мышц, как и у акулы. Органы боковой линии, как и у хрящевых рыб, представляют собой совокупность чувствующих почек, невромостов, укрытых в особых кожных каналах, которые связаны с кожным скелетом, пронизывают чешуи и покровные кости и сообщаются с внешней средой через многочисленные отверстия. Орган слуха представлен только внутренним ухом. Для органов обоняния окуня у большинства других костистых рыб характерно полное подразделение каждой нотри на переднюю и заднюю, чем облегчается сквозной ток воды через обонятельный мешок. Органы вкуса – это единственная категория органов чувств, которую считают приуроченной к эндодерами. Они образованы чувствующими почками, вкрапленными в покровной эпителии, в том числе эпидермис. Каждая включает множество опорных клеток и меньшее число рецепторных клеток с коротким и тонким чувствующим отростком на вершине. Свои сигналы эти клетки передают в мозг по облетающим их основания волокнам 8, 9 и 10 головных нервов. Косовые почки могут быть разбросаны по поверхности тела и чрезвычайно многочисленны, например, у некоторых карповых рыб. Тогда лицевой нерв образует мощную дополнительную ветвь, а его гипертрофированные ядра, то есть скопление нейронов, до неузыноваемости изменяют форму продолговатого мозга. Вашему вниманию представлена схема строения черепа костистой рыбы. Боковая мускулатура туловища и хвоста, как и у всех рыб, образована миомерами и разделяющими их пленками, миосептами. Миосепты зигзагообразны и местами их направление приближено к продольной оси тела. Это позволяет им участвовать в передаче на позвонки, создаваемых миомерами сил, и они укреплены за счет формирования тонких мускульных косточек. Пространственная конфигурация миомеров сложна. Как и у акул, нередко они образуют гирлянды, вложенных друг в друга в воронок, которые на поперечном разрезе имеют вид концентрических колец. Мускулатура плавников в связи с редукцией их месистой лопасти расположена на поясах. Она подразделена на отдельные мышечные ленты, прикрепленные к липидотрихиям, благодаря чему плавники способны выполнять сложные движения. Усложнена также мускулатура челюстной и подъязычный дуб. В связи с развитием их поперечные подвижности, появлением жаберной крышки и тому подобное. Головной мозг построен существенно иначе, чем у хрящевых рыб. Конечный мозг относительно меньше, чем у акулы, его формирование идет совершенно иным путем. Содержащие нервное вещество боковые стенки переднего мозгового пузыря прогибаются не наружу, а внутрь, разворачиваясь в стороны своими верхними краями. При этом они сильно растягивают перепончатую крышу, под которой располагается полость переднего мозгового желудочка. Такой тип конечного мозга называют эвертированным, то есть развернутым. В отличие от инвертированного мозга с толстой крышей, присущего лопастеперому рыбе и наземным позвоночным. Спереди к конечному мозгу примыкают сидячие обонятельные луковицы, не имеющие сколько-нибудь вытянутых обонятельных стебельков. Зато от обонятельных мешков к луковицам здесь тянутся длинные обонятельные нервы. Крыша промежуточного мозга, как и у акулы, несет эпифиз. На дне этого отдела также хорошо выражена воронка с нижними далями, сосудистым мешком и перерастающим к ней снизу гипофизом. Крупные зрительные доли среднего мозга нависают над крышкой промежуточного мозга, отчасти прикрывая ее. Их величина отражает как хороший уровень развития зрительного анализатора, так и увеличенный объем желудочка. Стой же сильно развитый мозжечок. Его передняя часть размещена внутри зрительных долей, внедряясь в расширенную полость среднего мозга. Вашему вниманию представлена схема строения костной рыбы на примере щуки. Ротовая полость окуня усажена многочисленными мелкими зубами, расположенными на зубной, передничевой лесной, нёбной костях и на сошке, а также на копуле подъязычной дуги и на жаберных дугах, особенно на рудиментарной пятой дуге. Все они наклонены вершинами назад и служат исключительно для удержания добычи, которая проглатывается целиком. Боковые стенки глотки прорезаны пятью жаберными щелями. На внутренней поверхности расположенных между ними шаберных дуг сидят довольно длинные кожные шипики, жаберные тычинки, предотвращающие потерю мелкой добычи через жаберные щели. За глоткой следует короткий пищевод, переходящий в крупный хорошо растяжимый желудок V-образной формы с сильными мускулистыми стенками, имеющими гладкую мускулатуру. После желудка начинается тонкая кишка, которая сохраняет однообразные вид до самого заднепроходного анального отверстия. Толстой кишки со спиральным клапаном нет. Начальный отдел кишки, куда впадают желчный проток и проток поджелудочной железы, называется, как и у человека, двенадцатиперстной кишкой. На рубеже, отделяющем ее от желудка, у опыня образованы три слепых выпячивания. У некоторых рыб более сотни. Так называемые филарические выросты, роль которых не вполне понятна. Скорее всего, там культивируется некая симбиотическая микрофлора, снабжающая рыбу витаминами или дефицитными аминокислотами. Крупная печень опыня имеет желчный пузырь. Поджелудочная железа носит диффузный характер. Ее чрезвычайно мелкие дольки рассеяны в брыжейке. Плавательный пузырь представляет собой заполненный газами поплавок, то есть гетростатический орган, способный компенсировать избыточную плотность тканей, особенно костной ткани, и обеспечивать телу нейтральную плавучесть. У укуня, как и у других костистых рыб, плавательный пузырь развивается, как выпечивание спиной стенки пищевода. Соединение с пищеводом в виде так называемого пневматического канала может сохраняться пожизненно, как, например, у обыкновенной щуки и других открытопузырных рыб, или же прерываться в ходе антогенеза, как у укуня и других закрытопузырных рыб. Степень наполнения плавательного пузыря регулируется газовыми железами. Это густые сплетения артериальных или венозных капилляров, в которых кровь, соответственно, выделяет или захватывает кислород. Хотя в плавательном пузыре содержится также азот и двух кислородов. Располагаясь в брюшной полости, плавательный пузырь всегда размещен ниже центра масс, в связи с чем уже при небольшом крене тела порождает переворачивающий момент. Ради снижения этого момента плавательный пузырь прижат к верхней стенке брюшной лопасти, располагаясь практически под самым позвоночником. Выше него находится только почка, лежащая вне целома. Сопротивление упомянутому моменту осуществляется за счет постоянного движения грудных плавников. Снулая рыба неизбежно переворачивается вверх брюхом. Полагают, что первоначально плавательный пузырь возник в эволюции в качестве органа дополнительного то есть воздушного дыхания, поскольку вмещать пузырек воздуха и тем самым выполнять эту роль его пришественник мог даже при самых малых размерах. При этом считается, что обсуждаемый процесс происходил у пресноводных рыб, то есть у обитателей водоемов с нестабильным кислородным режимом. Вашему вниманию представлена схема строения внутренних органов костистой рыбы. у окуня, как и у других костистых рыб, первые четыре жаберные дуги несут по полной жабре, то есть по два ряда жаберных лепестков, по две полужабры. Кроме того, на внутренней стороне основания жаберной крышки размещена так называемая ложная жабра, гомологичная таковой на передней стороне брызгальца окулы. Жаберная крышка и ее кожистая перепонка замыкают позади и ниже жабр так называемую аперкулярную полость. Они плотно прилегают своим краем к переднему краю туловища, то есть к покровному плечевому поясу, образуя с ним герметичный контакт. В отличие от акул, костистые рыбы полностью лишены жаберных перегородок. Их жаберные лепестки сидят двумя рядами на каждой жаберной дуге. Живая рыба раздвигает эти ряды так, что лепестки соседних жабр смыкаются вершинами, перегораживая жаберную щель и формируя между ротоглоточной и аперкулярной полостями сплошное мелкое чистое сито, которое Акт дыхания осуществляется у окуня и других костистых рыб благодаря поперечному движению жаберных крышек, выполняемому вместе с суспензориями, которыми они подвешены. Вашему вниманию представлен схематический горизонтальный разрез ротоглоточной полости и жаберного аппарата костистой рыбы, показывающий механизм аперкулярного дыхания. Все костистые рыбы имеют лишь один круг кровообращения. Сердце окуня, как и у акулы, зигзагообразно изогнуто в сагитально, то есть продольной вертикальной плоскости, но включает только три отдела. Венозную пазуху, предсердие и расположенный под ним желудочек. Стенки, лежащие впереди от желудочка вздутого образования, образованы не поперечно полосатой, а гладкой мускулатурой и толстым слоем эластичных волокон, что характерно для артериального русла. Это луковица аорты, пассивный эластичный амортизатор, который накапливает энергию желудочка сердца значительно эффективнее, чем мог бы это делать артериальный конус. В конструкции последнего у акулы важную роль играют карманообразные клапаны, из которых один венчик сохранен и у костистых рыб между желудочком и аортой. Вашему вниманию представлена схема кровеносной системы костистой рыбы, а также две сравнительные схемы внутреннего строения сердца рыб, на примере акулы и костистой рыбы. Лентовидные туловичные почки костистых рыб тянутся над плавательным пузырем поверх всей вручной полости, тесно прилегая снизу к позвонкам и основаниям ребер. Их передние отделы увеличены и слиты между собой. Это лимфоидные кровотворные органы, не участвующие в образовании мочи. Вольфовые каналы, выполняющие роль мочеточников, тянутся по краю каждой почки к особому отверстию. У самки оно лежит позади анального и полового, у самца объединено с половым. Перед выходом наружу мочеточники объединяются, образуя мочевой пузырь. Вашему вниманию представлена схема строения мочеполовой системы костистых рыб. Гонады костистых рыб мешковидные. Парные семейники и часто непарный яичник, например, у оконя, имеют у костистых рыб внутреннюю полость. Почечные протоки не участвуют в выведении половых продуктов. Функционирующие протоки представляют собой новообразование, формируются из срастающихся складок брюшины и открываются впереди от мочевого отверстия. Для костистых рыб характерна своеобразная стратегия размножения. Порни иная, чем у акуловых рыб. Огромное количество мелких и практически незащищенных яиц при наружном оплодотворении. Высокая потенциальная плодовитость компенсирует низкую выживаемость потомства. Яйца окуня и большинство других костистых рыб относят к телобластическому типу. Они содержат меньшее количество желтка, чем у хрящевых рыб, но, тем не менее, испытывают неполное дробление, так, что бластодерма выглядит, как одетая на желток шапочка. Дальнейшее развитие включает типичные процессы инвагинации и эпиболии. Своеобразие костистых рыб состоит в определенных признаках рационализации антогенеза. Образование многих полостей, целомических камер, слуховых пузырьков, невроцелия, глазных пузырей происходит путем расщепления первоначально сплошных клеточных масс, путем деламинации или схизоцельных взамен впячиваний и отшнуровывания. Вашему вниманию представлена схема развития костистых рыб. рыб. Редактор субтитров Корректор А.